Итак, еще одна тема, достаточно деликатная, но об этом никто не говорит. Это случайные отношения, которые мы часто формируем в нашей замечательной возрастной группе. Как говорится, сам себя не похвалишь. В наши дни люди вступают в физические отношения, но при этом у них отсутствуют эмоции. И мы хотели бы узнать ваше мнение по этому поводу. И является ли это осознанным выбором? Хорошо ли это? И как к этому относиться? Можно рассказать вам анекдот? Да, шутки я люблю. Жила-была миссис Бхатиа. Здесь нет никого с такой фамилией. Я могу использовать другую, если что. Миссис Бхатиа отметила 50-летнюю годовщину своей свадьбы. Они с мужем отметили годовщину свадьбы, а на следующий день она подала на развод. Судья, к которому пришло прошение о разводе, был хорошим другом этой семьи. Поэтому он позвонил ей и спросил, «Почему ты хочешь развестись со своим мужем? Он же такой классный». Почему ты хочешь развестись с ним? «По какой причине?» Она сказала, «Он был мне неверен. Он изменял мне». «Почему ты так говоришь? Только вчера вы отмечали вашу 50-летнюю годовщину. Вчера все было в порядке. Что же произошло? Вчера мне захотелось окунуться в воспоминания. И я решила полисать фотоальбом. Тогда я заметила, что ни один из моих пяти детей не похож на него. Так что... Вы помните, как выглядела ваша пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка, которая жила 10 поколений назад? Нет. Но сейчас ее нос на вашем лице. Ваше тело помнит. Да или нет? Ваше тело помнит. Даже оттенок кожи ваших братцов, которые жили миллионы лет назад, тело до сих пор это помнит. Эта информация сохраняется. Итак, то, что вы называете своим телом, это огромное количество памяти. Не так ли? То, что как память хранит ваш мозг, ничтожно. Но в своем теле Вы несёте эволюционную память, генетическую память, кармическую память, есть проявленные и непроявленные уровни памяти. Существует невероятное количество памяти. Вы думаете, что умеете ходить, но вам необходимо понять, что это лишь потому, что ваше тело сохраняет об этом память. И если оно забудет, вы не сможете ходить. Для всего, что вы делаете на протяжении всей своей жизни, для каждой мелочи, вы знаете, что есть, что не есть, как есть, знаете, что еду нужно класть в рот, а не в уши, это может показаться забавным. Но вы бы не знали всего этого, если бы не память. Так что ваше тело — это хранилище для огромного количества информации, которое оно постоянно набирает. Если вы пройдёте вот это расстояние, за это время вы сможете ощутить 50 разных запахов. Ваше сознание может и не отследить их, но тело их собирает и распознаёт. Оно всё время осуществляет распознавание. Именно так вы различаете плохие и хорошие запахи. Вы распознаёте различные аспекты звуков, запахов и тому подобного, потому что постоянно происходит процесс распознавания. Такую память тела в этой культуре мы традиционно называем рунану-банда. Это означает физическая память, которую вы создаёте. Вы можете создавать свою физическую память осознанно, либо набирать огромные объёмы памяти неконтролируемо, создавая замешательства на физическом уровне. Каким бы ни было воздействие... Не знаю, существует ли это до сих пор, возможно, ваше поколение уже утратило это. Но в Бангалоре до сих пор должны оставаться такие люди. Если вы захотите передать им соль, они её не примут от вас. Они скажут, положите туда. Если вы захотите передать им кунжутные семена, они скажут, пожалуйста, положите сюда. Потому что им известно, что некоторые вещества могут с лёгкостью переносить вашу память. И ваша память станет моей, если я приму от вас эти вещества. Так что я не хочу набирать память. Поэтому в целом в этой культуре избегаются прикосновения, рукопожатия и подобные действия. Мы складываем вместе свои руки и делаем наваскаром. Потому что мы не хотим набирать память. Недостаточно только дотронуться до этого, и память об этом останется со мной. Попробуйте это с четырьмя своими подругами. Дотроньтесь до руки каждой из них. Не пытайтесь запоминать специально. Просто каждый день касайтесь их рук, а потом забудьте об этом. Если же на следующий день этот же человек подойдёт и дотронется до вас, вы узнаете, чьё это прикосновение. Так что помнит тело, не ум. Физическое тело сохраняет память. Это называется руна-набанда. При сексуальном взаимодействии или любом виде близости, который включает в себя мысль, эмоцию и тело, в вашей системе остаётся огромное количество памяти. Вот почему говорят, вы должны быть максимально просты в этом вопросе. Есть другие аспекты. Для определённых тантрических процессов люди готовятся к ним годами, чтобы создать между собой и телом такую дистанцию, чтобы тело ниоткуда ничего не принимало. Это выполняется как садена. Это не сексуальная распущенность. Так что это не вопрос морали. Вопрос лишь в том, к чему вы хотите прийти в своей жизни. Если вы хотите жить так, чтобы всё в вашей жизни определял интеллект внутри, а не физическое тело, вам нужно сохранять память тела настолько простой, насколько это возможно. Вот почему еда должна быть простой. Знаете, некоторые люди едят очень простую еду. Даже сейчас. Я ем всего один раз в день. Я ем только одно блюдо. Не десять. Я могу съесть все эти другие блюда в другие дни. Но сегодня я съем только одно блюдо. Потому что... Не принимайте на веру то, что я говорю. Просто попробуйте, обратите внимание. Например, во время сессии. Питайтесь просто и увидите, как это всё изменит. Как это повлияет на ваш интеллект и на то, как он работает, на ваше внимание, на всё. Кем вы хотите себя сделать? Хотите ли вы стать секс-звездой? Или... Возможно, у кого-то есть такое намерение. Это их дело. Но что вы хотите сделать со своей жизнью, определяется только вами. Если вы пришли к такому, тогда очень важно, чтобы вы не набирали неосознанно огромные объемы памяти. Потому что это приведет... Позже вы увидите, что вам станет сложно сохранять умиротворение и радость повседневной жизни. Не имеет значения, что происходит в жизни просто из-за беспорядочных воспоминаний в системе. Когда поступает что-то ещё, аналогичной природой, тело приходит в замешательство. Это не обязательно будет доходить до вашего ума. Но физически это будет продолжать происходить. Поэтому нужно сделать такой выбор. Это не вопрос морали. Это вопрос благоразумия в жизни. Спасибо. 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 Спасибо.